Главный финансовый документ на ближайшую трехлетку составлен в режиме строгой экономии. Размер бюджетного дефицита уменьшают до 2%. Эта цифра позволит Самаре активнее участвовать в областных и федеральных программах, которые предусматривают софинансирование из городского бюджета. Тот уровень дефицита и предельный муниципальный долг имеют очень серьезные значения, Андрей Вячеславович опять же вскользко об этом сказал, в том числе для привлечения средств из вышестоящих бюджетов. Если бы мы не имели этого запаса и имели ограничения по муниципальному долгу, то любое выделение средств из вышестоящих бюджетов, которые требуют софинансирования, мы с вами вынуждены были отвергать. Почти 70% средств городского бюджета потратят на образование, ЖКХ и благоустройство. По настоянию городских депутатов увеличены расходы на ремонт многоквартирных домов. У нас тоже были споры о том, куда лучше средства перенаправлять, что сделать наибольшим паритетом ремонта многоквартирных домов, либо дороги. Но здесь мы, я считаю, сумели соблюсти ту золотую середину, которая позволит городу развиваться. Работа над главным финансовым документом города еще не завершена. Более детально расходы по каждой статье народные избранники обсудят во втором чтении 6 декабря. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, ГИС События.